Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Игорь, мы продолжаем играть в Fallout 4 на выживание. В прошлой серии мы с вами пошли по заданиям Коботов. Раздобыли сыворотку, рядом с больницей Парсонас, там напали райдеры, мы сходили, разобрались, нам дали второе задание, разобраться с любовниками, но мы ушли с добрососедства, потому что мне очень хотелось кое-чем заняться. А в частности, холодное оружие подоставать, мы с вами, когда были в Юбрис комиксе, оказывается, там лежал топор Грунок Варвар, и мы, к сожалению, его профукали. Поэтому вот так вот я собирал коллекцию оружия. Да, я, кстати, силач с нами хочется поговорить. По идее, сейчас должны начаться шоу, должно. Надеюсь, сейчас начнется. Сколько времени? Ах, еще 20 минут. Понятно, давайте с силачом поговорим. Меч. Да отвали. Силач. Силач. Как от этого черненького парня отвязаться бы нам, а? Он не достал общаться. Что? Ты смотри, а. Силач? Силач принял решение. Решение? Я уже начинаю нервничать. Только слабый волноваться. Ты не слабый. Ты хороший воин. Хороший, как в супермутант. Много раздраться рядом с силачом. Ты хороший воин. Много раздраться рядом с силачом. Ты хороший воин. Лучше, чем кулак. Силач всегда следует за тобой. Теперь ты воин. Силача. Вы достигли наивысшего уровня отношений с силачом и приобрели способный Берсерк. Окей. Йоу. This is the beautiful новость. Так, это... Чё я хотел-то? Чё я хотел-то? А, ну почитать хотел же. Где этот Берсерк? А, вот. Благодаря его отношения с силачом вы наносите на 20% больше урон в ближнем бою, если уровень вашего здоровья ниже 25. Вот, а мне как раз ближний бой. Качаем. Я, друзья, правда не знаю. Нахер я его качаю, блин. Но я его качаю. Ладно, пофиг. Пожалею так пожалею. Но пока очень слабый, конечно, ближний бой. Я тут тестил. Немного тестил. Так себе вышло. И одно не понял. Петь кто-нибудь будет, нет? Да, да, Ханкок с собой берём. Блин, ребят, как сложно надеть Ханкок. Это просто жесть. Этот дрищ просто ни в чём не смотрится. А этот грязный плащ просто ужасен. Я, блин... Уходим? Гуль, хороший боец. Стронг, одобрять. У вас мутантов тоже есть разом, да? Так, замки уставили. Поэтому я одел его военную броню и сделал... Военную форму и сделал тёмную броню. Поэтому выглядит так. Надо им ещё только патроны дать. Я не понял. Кино будет, нет? Я хочу музычку послушать. Покажите народу, я сам. Чё там опять? К какому разговору? Ну, про то, что чувствует... Блин, он достал меня, ребята. Да, 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 да. Чувак, ну одно и то же. Ты задолбал. Мы... Ныть. Всё понятно. Сколько можно? Заканчивай уже, реально. Есть генерал, похоже. Я перешёл границ. Зазвольного. Больше не повторится. Это всё, вали. Блин, неужели с... Первого раза было непонятно. Сейчас, ребята, пауза. Господи, вроде началось наконец-то, а? Мать твою. Давайте, присядем. Присядем, говорю, давай. Женщина. Присесть нельзя, что ли? Ну, как же всё стрёмно, господи. Сюда. Наконец-то. А, ещё боится, дебилы расселись по столикам. Как же это нагнетает. Да, классно выглядит. Ну, мне нравится, прикольно. Ладно, песенку послушаем. Добавил родные платья, давал. Надо, видимо, в шкаф положить. Повседневная. Дупойный колок. повседневная господи так подожди а вот да написано же для сна повседневная сценическая так надо сюда засунуть да? засуну потом тадададам тададам ладно прикольно пойдемте патроны возьмем для этого для Хэнкока пока я не забыл на хрен так ладно патроны 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 где они для дробовика вот они давайте берем патронов у нас конечно жесть особенно блоков ядерных так ладно оружие я видите разместил тут пистолеты тут автоматы такие тут автоматы такие тут дробовики тут побольше было я его Хэнкоку отдал и тут вот такие да и второй адел че там ну блин классно живет так все еще бы блин они конечно как идиоты эти не выглядят че они стоят мне что бы танцевать или это присесть так господи ты гадымская лошадь ну вот короче так все выглядит я не помню пока но тут у нас и лазерные и плазменные лежат а здесь у нас полный набор оружия ближнего боя катаны ну катаны вот я купил месть генерала джао это которая этот труди еще продавала вначале катаны модовский вот это просто супер катана бензопила тоже с мода по моему не знаю танта купил у этого который помню бейсбольный продал раквитский боксер но он оказался точно такой же мы подобрали с рад таракана по моему дубовый блин но я не знал пришлось потратиться короче так это этот шамовский и пикман так ладно друзья какие у нас планы серия будет немного другая пока ранее мере я хочу начать потихоньку зачистку окружности даймонд сити поэтому смотрим здесь мы с вами были 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 это были 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 тут мы тоже с вами все вот это осмотрели здесь остались два значит начнем с вами вот эти три здания сегодня смотрим может там мало посмотрим а потом пойдем на миссию так что ждем друзья так друзья мы выдвинулись с вами находимся мы так вот висенник мы здесь находимся вот видимо тут понятно о чем господи топливо для огнемета но это фигня совсем так что особо шаркаться не собираюсь конечно ракета ну ладно телефон можно взять так посмотрим посмотрим ничего пошаримся немного ладно все таки по точкам буду ходить потом здесь обшарюсь лечо учета такое например вы вот знаете чуть такое не или это мы здесь бы а господи просто нычка тоже понятно всякая фигня ладно пойдем до сюда где это фигня что это за фигня и где она как не пройти значит поворот прям был так и чё это что это Бриджи и Траст Ну пойдем зайдем посмотрим Че это такое Позачищаем это все Миссии выполняем Интересно Не останется интересных миссий Я даже не знаю Тут будет какое-нибудь задание Мне кажется я тут даже не был ни разу Интересно Если тут хоть что-нибудь Медь соберу В журналах никаких Вроде ничего Тут под столом Предохранитель Понятно Ничего нет В чем скелетов брать нельзя Сталкивать Так че тут у нас Тоже ничего Папка Телефонов Куча Ну это понятно На входной Всегда Куча телефонов Ламп Что же можно брать Окей Так Бабки 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 Хорошо Текстиль Текстиль Подъехал Нам Немного Немного А вот это уже интересно Понятно Отсюда мы не попадем Жалко Жалко А может что-то Потом из наших спутников Будет открывать Не пойму Это в том Самый Туннель Где продавец Что-ли Был Абсолютно Непонятно Че-то А вроде Здесь мы тоже Были Только продавцы Почему тут нет Понятно Понятно Тут какой-то Магаз Даже не отмечен А вдруг Тут че есть Рассказывай Так Хрен знает Может есть Может нет Тоже вроде Так Бабульки Да стимуляторы Не очень интересно Конечно Давайте уж Поднимемся По-быстрому Эч Ну так и знал Так Все Че это Ствол Просто Ствол Да и все Ну Че там такое Сувенирный магнит В виде цветка Вот видите Классно Нахер он только Нужен непонятно Все Какой-то дом Блин Ну это друзья Все вот это Я вот эту Всю часть осматриваю Так Ради интереса Потому что Мне интерес Ох ты Нифига себе Придурок какой-то Давай Хэнкок У него 15 Урона Огнем Должно быть Вот Кстати наш Этот Где он тут Забыл Вам показать Мы не взяли Я посмотрел Извините В инете Какое есть Вообще оружие Ближнего боя Потому что Ни разу не пользовался Оказалось Что пропустили А мы прям При входе Зашли Когда там Компьютер В самом начале Помните Я был в Юбре Комиксе Там была Касса Компьютеры Прям за спиной Мы даже Не посмотрели Туда Точнее я Не посмотрел Да Че он его убил Или че Или он его не убил Сдохнем мы Или нет Я записи Все включил Кто сам с собой Может разговариваю Не в курсах А где этот чувак Так ладно Пока что Пока что Так А вот он Хэн Кокова Просто Втоптал Так ладно Не буду пока Брать Такого Ничего Отойди Так а где эти черти Вы где Ничего не понимаю Это короткая Будто уже здесь Только их тут нету Блин Вот оно Достану Нет интерес Блин Пожалуйста Блин Привет Чувак На тебе Топором по башке Вот так вот Вот так вот Чувак Окей Будем мы Пользоваться Холодным оружием Какая ловкость Не говори Чувак Сам фанатею От себя Так Кусочки Игуана Грязная вода Так нам Сюда И надо Выводить Чё это Это просто Кой-то Переулок Окей Короче Переулок Переулки Идем дальше Блин Там опять Тут стреляет Так Друзья Прям пока На всех случаях Вдруг кому интересно Вот висельник Правда это дерьмо Мало кому может быть интересно Конечно Но мало ли Кто там вот стреляет опять Ты где Собачки Господи Стой Псина Тупая На тебе Господи Как мне это нравится Не могу Малый прикол Еще был бы не топор А какой-нибудь меч Эх Прикольно Так Чё собачка Её ж Кол 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 Колыш Хотел Другое слово Конечно Сказать Но Колыш Это я Так Где мы Окей Мы вернулись Назад Все Идем дальше Так Друзья Сейчас мы Здесь Вот за банком Что ли Про то же Типа Короче Фигня Полная Если честно Вот какая-то Фигня Не знаю Сейчас узнаем Конгредация Чё Священная Миссия Не понял Первое Слово Чё-то Не увидел Церковь Что ли Чё Там горелый Учебник Дикий гуль Дикий гуль Привет Пока Здорово Здорово Ползун Да Все Отлично Отлично Это урон Всего на 54 Я офигеваю Всего на 54 Прикиньте Прикольно Так Чё тут Смотрим Внимательно Ну так Осмотр Как всегда На скамейках Так Соска Нам не нужна Воды Ладно Попозже Попьём Я знаю Что опыт Обгорел Учебник Золотые Часы Извините Извините Но вдруг Под вами Чё-то Есть Ну ты шелёпай Так Это чё Ааа Катушка Мне больше Не нужна Я уже Всё поставил Чё мне надо Так что Не обязательно Так Чё тут Ааа Понятно Своли Чувак Отойди Горелая книга Бабки Ствол Эта штука Такая древняя Да Христальный графин Понятно Я ничего Не вижу Такого Это чё Выход Да Вроде Ну вот Друзья Третья Я не знаю Мы тут По-моему С вами С рейдерами Разбирались Мне казалось Только Мы не Залазили Наверх Остался Ли тут Кто-то Ещё Остался Понятно Окей Поползли Наверх До него Не достану Блин Так ладно Ах ты Сволочь А Где ты Скотина Ты чё Тупая Ты где Ты меня Выстрелила Ещё один Вернее Один Вон он Сука Они все С дробанами Вы чё Бараны Чё Он меня Сильно Покорязывал Кстати Да Не Неплохо Дерёшь Сестре Спасибо Чувак Так Не очень Пойму Это Где Давайте Посмотрим Включил Запись Ключил Посмотрим Только Что Так Чтобы Не Шлёп Ну Тут Да Этот Супермутант Стоял Базука Я Помню Чё Тут У вас Баранов Всё Зачищено Нет Да Вообще На эти места Походу Не отмечает Зачищено Или Нет Потому Что Они На Инглише И Как Дополнительные Поэтому Чё То Как То Не Всегда Я Сейчас Обойду Ещё Здание Не Знаю Может Я Ошибаюсь Может И Ошибаюсь Да Блин Горелый Горелый Ты Блин Так Дробовик Стимулятор Всякая Шняга Ну Сохраниться Может Отлично Ну Тоже Так Фигня Сейчас Кругом Обойду Ну И вот Друзья Тоже Мы Сейчас С вами Там Были Вот Я На Соседнем Здании Наверх Поднялся Тоже Так Фигня Всякая Перевалочный Пункт Чей-то Прям Напротив Вот Там Мы С вами Рейдеров Видите Мочили Вот Здесь Так По лестнице Поднимаешься Ладно Для общего Развития Как говорится Песики Песики Где ты? Где он? Его Ханкор Пристрелил Что ли? Или Двое было? Этки Не понял Че-то Так Ну Ладно Это мы Вот С вами От этого Здания Вышли Через Переволок Сюда И тут Стоит Вуаля Полный Холодильник Ядер Колы Друзья Ну Почти Бутылок Так Что Кому Надо Милости Просим Так Этот Осмотрели Это Че Странно Брамина Тут Нашел Недалеко Тоже Рядом Прошел Вперед Чуть Чуть Интересно Кто Тут Так Постарался И Че Это Такое Здесь Мы Были Нет Какая Парковка Типа Рейдер Рейдер Ладно Меня Все Не Видели Давай Плохо Расстояние Блин Ну Ка Да Прикольно Десятикратный уран Да Да Конечно Мне Мне по-моему Это никогда Не надо Есть Блин Это Великолепная Способность Блин И Патроны Трать Не надо Класс Главное Чтобы очки Действия Всегда Были Но Там Очки Действия Немного Другая Фишка Есть Что Это Можно Броню Сделать На очки Действия Побольше Там По 5 На Ноги Руки И 10 На Это На Туловище Того Получается 30 Короче Ну Действительно Друзья В каждой Херне Что-то Есть Тут Блин Рядом С Домами Дома Сломаны Ой Кто-то Есть Где-то Так Ладно Сейчас Узнаем Думаю Может Они Наверху Знаете Что Такое Интересно А Это Голинциноген Ну Кажется Они Наверху Тут Орут Пойдем Друзья Узнаем Что Это За Дичь Ради Интересно Вроде Никого Нет Здесь Они Здесь Там Наверху Уходят Тут Есть Что Ни Давай 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 Вроде Ничего Нет Ну Ладно Пойдем 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 То Что Там Бес Какого-то Наверху Увидел Че Ты Баран Бэм Как-то Она Такого Ударила Не в Курсе Еще Кто-то Есть Интересно Не Один Был Тоже Нычка Но Нам Эти Нычки уже конечно. Ладно, не будем больше такой херней страдать. Вот, друзья, вообще в первый раз фишка. Дом Мальбора какого-то. Ковбой, что ли? Не знаю, ковбой или нет, но сейчас узнаем. Так. Что тут? Вообще ни разу тут не было. Что за фигня интереса? То есть ковбой Мальбора зажигалка. Все как надо. Так. Не надо всю эту фигню. Что-то какой-то только все он. Блин, мне не это хотел взять. Да, чувак, что-то все. Грустно. Грустно, грустно. Что поделать? Так. Холодильник не открывается. Ничего такого, кроме патронов я не вижу пока что. Там вроде как ничего и нет. Так. Тут еще наверх, что ли, можно подняться? Нет, нельзя. Ну так просто получается. Понятно. Ничего особенного. Ну, друзья, в принципе, это я все отбежал. Что тут было? Получается это, 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 это. Это, 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 мы все везде с вами были, кроме церкви и святой троицы. Убежи были, вот и в просто баре мы не были. Давайте добежим до просто бара и потом в добрососедство пойдем, потому что вот оно уже. Окей. Ну вот, какой-то бар за ваше здоровье. Давайте спросим, что там. Что-то может быть, кроме рейдеров. Мне кажется, ни хрена больше не может быть. Так, все, идет запида. Так. Сигареты, как всегда, почему-то по две пачки. Так, бутылки. Понятно. Вот. Как бы логично. Интересно, тут будет какое-то задание или что? Что-то этот не работает. Нифига не работает. Что тут? Так и сдохли бухающими. Баб, хоть довоенные возьмем. Стаканов куча, но я забил на все эти стаканы. Мне задолбало обстановкой в замке заниматься. И так там до хрена сделал. Ничего, я тут не вижу. Странно, блин. Тут что-то должно быть, может, задание какое-то. Ну, пофиг даже, если будет задание. Мы с ним быстро разберемся. Может, тут какой-нибудь похищенный поселенец, типа, должен был быть. Да и насрать. Вот, например. Можем посмотреть, что в судачке. Если откроем. Ээээ, давай уже. Господи, меня достало я тоже. Что с этими сложными замками все так сложно. Я вон вроде пупса на взлом взял. Толку ни хрена. А, как только с каталогу ни хрена, сразу все открылось, блин. Так. Я, кстати, блин, по глупости же продал чью и роботу тому в баре-то ханкоковскому. Ну, серебряный, блин, автомат этого, плаща, блин. И вспомнил только потом. А сейчас захожу, ну, проверить, может, остался хрен там, кроме выпивки, ничего нет, блин. Сортир. Мой лоток. Мой клиент доволен, что вы решили проблему с крысами. Если желаете что-то выпить. Ты знаешь, что Эмоджин Кэббет? Знакомое имя. Она слегка не в себе, да? Правда, я давно ее не видел. Поговорите с Магнолией. Она любит знакомиться с новыми людьми. Может, она что-то знает про вашу пропавшую цыпочку. Магнолия, эта девочка хочет с тобой поговорить. Кстати, с Магнолией мы посищукаемся. Что-нибудь дает нам это или нет, мне интересно? Привет, Магнолия. Привет. Я могу тебе чем-то помочь? Вот это интересно, что будет, ни разу не делал. Так. Вы знаете Эмоджин Кэббет? Эмоджин? Да, конечно, я ее знаю. Правда, я давно ее не видела. Ну, мне просто нужно с ней поговорить. Почему ты ее ищешь, золотка? Меня наняли ее родственники, хотят знать, что с ней стало. А, ну тогда можно тебе рассказать. Ну, мне просто нужно узнать, где она. Раньше сюда постоянно заходил один проповедник, один из самых пронырливых. Он вечно болтал, что нужно менять свою жизнь и все такое. Другие клиенты с ним разговаривать не желали, а вот Эмоджин, он чем-то зацепил. Наверное, дело было не в том, что он на вид был ничего напористый. Некоторые женщины не могут устоять перед таким. Кэм! Подойди на минутку! Кэм! Давай побыстрей. Что случилось, мисс Магнолия? А, нет, просто эта лидия разыскивает Эмоджин. Ты не знаешь, откуда был тот проповедник. А, брат Томас. Да, точно. Тот, которому липла Эмоджин. Мне пришлось его выставить, он приставал к посетителям с этими разговорами о спасении. Все, просил приходить к нему в Бэкбэй, пытался всучить свои дурацкие листовки. Вот, одна у меня сохранилась. На тот случай, если он заплатит по счету. А, не заплатит по счету. Спасибо, милый. Ты здорово нам помог. Для вас все что угодно, мисс. Надеюсь, что Эмоджин не пострадала. Мне не очень-то нравится мысль о том, что она шла с этим проповедником. Так, все, я понял. Сейчас ты будешь херню спрашивать. Ничего, не буду мешать. А где листовка-то, я не понял. Дал листовку, или нам не дали листовку, или что, а листовка есть какая-нибудь? Бэкбэй, что тут? Мусорщик, рейдер. Ах, хрен, с ним, наверное, не дали. Что там? Оу, а я еще думал, зайти сюда или нет. Друзья, собственно говоря, мы сейчас и закроем с вами территорию, по-моему. А, нет. А, ну да, вот это я хотел место... Еще мимо иду, думаю, посетить или нет. Как раз этот квадрат получился весь. Кроме церкви. Ладно, погнали. Лучше продай че-нибудь, Дайзи. Нет, не продам, ни хрена. Эй, дай. Че. Так, идем? Тут че-нибудь есть вообще? Че-то такое, блин. Че-то мне стало very interesting. Что за what the fuck? А, трасс, переход. Че. Нафиг ты тут говоришь. Ладно, спройдусь. Может, тут что-то в углу было? О, нифига тут не было. Театр Чарльз Вью. Че такое, вообще? Дверь. Ты сзади зашел? Может, сука. Ну-ка, давайте. Нас все равно не видят. Проверим. Че за дверь? Насрать. Не люблю проповедников, дерьма всякого. Прикиньте, Моуджин Кэббот. Ничего не говорите. Вас прислал Джек? Вы сестра Джека? Мне казалось, что вы должны быть... ...моложе. Да, уж умеете упасить женщине. Давайте уточним. Я младшая сестра Джека, любимец всей семьи. Как только вернусь домой и приму сыворотку Джека, то снова стану неотразимой. Джека есть сыворотка против старения? Она скорее останавливает старение. Я начала ее принимать, когда мне было 32, так что обычно я выгляжу именно так. Вы все увидите, когда я получу лекарство. Я была одной из первых красавиц бостонского высшего света, когда таковая еще существовала. А что будет, если вы не сможете принять сыворотку? Ой, об этом вы не беспокоитесь. Я и дольше обходилась без сыворотки, и это не приводило ни к каким долговременным эффектам. На, да плевать мне на ваши косметические процедуры. Идемте уже. Я не просила себя спасать. Вы могли бы привить немного больше благодарности человеку, который вас спасает. Рано или поздно Томас бы меня отпустил, но мне уже надоело ждать, когда к нему вернется разум, так что спасибо. Все равно Томас мне уже надоел. Сначала он казался таким интересным, но когда мы прибыли сюда, выяснилось, что он обычный мужлан, как и все остальные. Он на самом деле думал, что заставит меня вступить в эту нелепую секту. Не хотите что-нибудь забрать? Нет, у меня не было особо ничего ценного. Не да, я с вами не пойду. Передайте матери, что я скоро вернусь. Но сначала мне нужно выпить. Ай, какая противная баба вообще. Я что-то не... Ну, короче, друзья, я, конечно, проходил эту миссию, но я вообще понятия не имел, что можно так вытащить. Я обычно базарил всем дураком. И обычно это заканчивалось, короче, либо пересрелкой, либо того, что нааа, такой очковал и все такое. Блин, я хотел с ним поговорить. Пойдемте поговорим. Ради интереса. Сейчас узнаем его. Может, они на меня нападут? Нет? Нет? Миссионеры, сука. Это же баран. Добро пожаловать. А, добро пожаловать. Мы всегда рады новым лицам. Скажи-ка мне, тебя когда-нибудь посещало такое чувство, будто весь наш мир сломан? Ты не спрашиваешь себя, почему нельзя сделать так, чтобы все стало, как старые добрые времена? Ну, почему ты об этом спрашиваешь? Потому что если это так, то прийти сюда было твоим самым верным решением. Мы называемся «Сталпами сообщества». Наше движение возникло недавно, так что о нас пока мало кто слышал. Но число наших сторонников по всему содружеству растет с каждым днем. И ты тоже можешь стать частью нашего волнующего будущего. Пойдем со мной, я расскажу тебе о нашем движении, о том, как стать его частью. Ну, в чем суть вашего движения? Я с радостью отвечу на этот вопрос. Наша миссия ни много ни мало преобразить все содружество. Возможно, тебе доводилось видеть фотографии или слышать рассказы о том, какой была жизнь до Великой войны. Может, тебе хотелось спросить, почему нельзя сделать так, чтобы все опять было, как в те времена? Ну, так я могу рассказать тебе, что очень даже можно. Что скажешь? Ты сделаешь первый шаг на пути к новой жизни? Ну, у меня вообще-то есть несколько вопросов еще. Разумеется, я с готовностью на них отвечу. Спрашивай. И что мне нужно сделать, чтобы к вам присоединиться? В том-то вся и прелесть. Ничего не нужно делать, только набраться смелости и открыть свое сердце для новых возможностей. Может, ты хочешь меня еще о чем-нибудь спросить? Ну, а в чем вообще суть? Наша миссия ни много ни мало прям так. Это мы уже говорили, да, а что она горела? Ну, а что я не могу промотать? Ну, услышал. Да, блин, чувак, иди в жопу, а. А, ну, тупо. Иди нахрен. У меня больше нет вопросов. Хорошо, теперь тебе предстоит сделать первый шаг на пути к новой жизни в качестве столпа сообщества. Ну, не знаю. Ну, конечно. Ты не узнаешь, пока не попробую. Пойдем со мной, я заложу тебе наши базовые принципы. Я уверен, как только ты увидишь, что мы тебе предлагаем, ты придешь в восторг. Как этот шляпочный усач вообще может кому-то понравиться, не пойму. Объясните мне, а? А я что? Может, поговорим? Может, позже, а? А, не вопрос, это не срочно. Это что, два брата? Или что? You brother? Ребят, да вы, блин, одинаковые, мать ваша. Охренеть. Где тут бакла? Эй, ты где? Не стесняйся, иди за мной! Да я и не стесняюсь, блин. Брат Томас. Ну, пойдемте сохранить. Пойдемте сохранимся. Не бойся, я не кусаюсь. Давай, усач. Я тоже не кусаюсь. Ну что же, надеюсь, тебе так же радостно, как и мне. Это я в своей работе люблю больше всего встречать новых членов нашего движения. Первый шаг. Тебе необходимо научиться расставаться с материальным имуществом. Только так мы сможем приобрести истинное богатство, здоровье и счастье. Просто отдай мне все, что тебе принадлежит. Я сделаю тебя, столпом сообщества первого уровня. Эй, мы это материальное имущество заработали тяжким трудом. Ты же не собираешься просто так его им отдать, а? Ну и что же я получу взамен, если я дам вещи, которые у меня есть? Ты все еще мыслишь по-старому, ты цепляешься за прошлую жизнь. Но ты здесь, потому что хочешь с этим порвать. И первый шаг избавиться от всего материального имущества. Ты меня что, за идиотку держишь? Ну, тебе же всегда никто силы не тащил. В общем, у тебя два варианта. Либо ты отдаешь нам все, что у тебя есть, либо мы это у тебя сами отберем. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну, извини, чувак. Тогда разговор. Сука. Коротки. Потом поговорим. У нас проблемы, Хэнкок. Не большие. Где выход-то? Это разве не та самая комната была? Я что-то не понял. Эй, а где вход-то? Дверь была, я не понял. Это другая комната, что ли? Блин. Ну, я думаю, Хэнкок справится, да? Не, мы им поможем. Привет. Пока. Медвед. Сейчас мы быстро очистим сообщество от говнорей. Ни фига у Хэнкока броня, да? Не зря я парился. Где эта хрень? Ни фига дробовик, да? Офигеть, не встать. Лежать, мразота. Все? Нет, смотри, что ли. Еще не все. Да? Нет, смотри, что еще не все. О, боже. Вы связались не с тем человеком. Все? Так, ладно. Хэнкок, солнце, потом. Господи, какой неугомонный парень. Да, это было просто. Причем троих или четверых я топором зарубил. И получается, слушайте, это, походу, броня-то работает на этих, на спутниках. Я как бы не был особо уверен. Интересно, а если я буду воровать в Хэнкок, будет что-то было более? Давайте проверим. Нет? Ну, блин! Ты мог раньше сделать, чтобы тебе это не понравилось? Ты долго соображал что-то. Так, ладно. Журналов тут нет, интересно? Че? Так, кружка, ну пойдемте. Да, Хэнкок, мать твою, ну попозже, ну. Да, это не срочно, но не каждую минуту мне об этом теребоньках, когда он, а? Завязывай, вот, по нашей части. О, да, болт, будем с болтом бегать. Все, ребята, вы видели, это он достал, он что, больной? Ну, или у него это, память как в фильме, как она называлась, забыл. Где она забывала, короче, каждый день, и только один день проживала. Че-то там, сколько-то поцелуев, что ли? 28 поцелуев. Ну, короче, это такая херня. Там баба отбитая была, еще Дрю Берримор играет. Ну? Эй, может поговорим? Да, давай уже. Я просто насчет тебя и Бобби, мне стыдно, что я втянул тебя в это дерьмо. Все эти диктаторские замашки, это не мой стиль. Ты прям в каком-то раздрайзе забывай. У вас че, с ней что-то было, что ли? Нет, ничего такого, просто я не люблю, когда парни вроде меня используют свое влияние во вред другим. Ничего, ведь именно из-за этого я решил стать мэром. Раньше городом управлял один урод по имени Вик. Модлая тварь, обдирал нас бродяг, как липку. Его громил, никому и пикнуть не давали. Время от времени он спускал их с поводка, чтобы они могли кому-нибудь врезать, выпустить пар, так сказать. Местные жители могли хотя бы в домах запереться, а вот нам, бродягам, крепко доставалось. Однажды вечером какой-то бродяга им что-то сказал. А они вскрыли его, как жестянка, а мы просто молча на это смотрели. Никто ничего не сделал. Я хоть записываю, да, записываю. Так. Как вы могли? Нужно было вмешаться. Тебе легко говорить, ведь тебя там не было. Со мной они поступили точно так же, если не хуже. Я чувствовал себя полным ничтожеством. Потом нашел дурь, закайфовал и вырубился. Потом я наконец пришел к себе, и увидел, что валяюсь на полу у Старого Капитолия, прямо перед костюмом Джона Хэнкока. Джон Хэнкок, первого американского гангстера и защитника Конституции. Наверное, я все еще был под кайфом. Эта одежда, она заговорила со мной, рассказала, что я должен делать. Я разбил стекло, надел ее и начал новую жизнь. Уже как Хэнкок. После этого я ненадолго завязался с наркотой и привел себя в порядок, убедил Клео одолжить мне кое-что из снаряжений. Собрал отряд бродяка и отправился с ними в руины тренироваться, чтобы в следующий раз мы уже смогли дать отпор парням Вика. Ну раз ты здесь, а Вика нет, значит я прошел и удачно. Ну да. Так что в ту ночь мы взяли стволы и дождались, когда парни Вика все нарежутся, а потом открыли огонь с крыши из окна домов, где мы прятались. Они ничего не ожидали. Нам даже стрелять было не обязательно, но мы постреляли вдоволь. Это была бойня. Зачистив все, мы зашли прямо в кабинет Вика в старом Капитолии, надели ему на шею петлю и сбросили с балкона. И потом он с пушкой в руках, шмотка Хэнкок, осмотрю, а вот я с пушкой в руках, шмотка Хэнкок, осмотрю на собравшуюся внизу толпу добрососедства. Я должен был что-то сказать, и когда я впервые произнес эти слова, они даже показались мне какими-то чужими. Я человек из народа, и служу народу. Такова была моя речная инаугурация. В тот день я стал Хэнкоком, мэром добрососедства, и с тех пор я поклялся, что больше никогда не буду просто наблюдать. Тебе пришлось много пережить, чтобы стать мэром, так почему ты решил уйти? На самом деле, я лёгок на подъём, если чучьё мне что-то подсказывает, я его слушаю. На этот раз чучьё подсказало мне, что я должен пойти с тобой, и похоже, оно не прогадало. Надеюсь, ты понимаешь, я не из тех, кто бьёт морду всем подряд, и просто так. Хотя мне определённо кажется, что ты тоже не из таких. Но я, наверное, совсем тебя заболтал, может, винем? Так ты же сам меня доколебал уже. Да, быстро мы с этими упырками разобрались. Я вот одно не понял. Я разве не в эту комнату заходил? Мне казалось, что здесь же была эта... Эванжелена, или как там её? Чё за прикол? Куда дверь-то делать? Как вообще понять? Меня глючит. Эм, боже. Это получается, просто я не обошёл это. Я думал, мы сзади зашли, всё понятно. Так, мы зачистили, так говны этих, нет? Нет! А где этот театр? Здесь? Чё-то не припомнишь, чтобы я был внутри театра. Чё тут у вас? Подонки! Сыреные ублюдки. Крышки. Ну тут ублюдки, смотрите, сколько наворовали, блин. Ядерный меню, зарядный меню не нужен. Очки. Всякое дерьмо. Но это-то возьмём. Так, я не понял. Это от этого, что ли? Дверь. Чё-то я не вкупаю, друзья. Тут нужен вход в театр или нет? Сейчас паузу. Чё, куда я не понял. Обратно повторяю, мы приступаем к главному. Эдвард, переходи на боковую полосу частот, слышь меня? Неужели здесь действительно кто-то живёт? Эдвард, переключайся на модулятор Хартли, слышишь меня? Переключайся. Теперь как? Как это? Есть! Эдвард, что там происходит? На нас напали. Они в здании. В здании? Удержать подвал сможешь? Я пытаюсь, Джек. Никогда не видел, чтобы рейдеры... Ради бога, Сэмми! Дверь! Вот там! Извините, тут сейчас немного напряжённо. Слушай, если они в здании, иди в офис, отключи лифт. Нельзя допустить, чтобы они добрались до Лоренцо. Ясно. Офис, лифт. Скорее собирайте всех и приходите. Эдвард? Отвечай! Эдвард! Сюда сигнал пропал. Связи нет. Чек, что случилось? Если Парсон взорвались люди, если они его освободят... Не волнуйся, я разберусь. Я знал, что всё этим кончится. Зря я позволил тебе запереть там Лоренцо. Мама, от тебя никакой пользы. Насколько я помню, это была твоя идея насчёт сыворотки, а не моя. Так что ты будешь делать? Я же сказал, разберусь. Я ещё думаю. Чё? Что происходит? Это Эдвард. Он в Парсонсе, старой психиатрической больнице. На них напали рейдеры. Странно. Раньше охрана без труда отбивала атаки рейдеров. Не понимаю, что произошло на этот раз. Мне удалось найти Эмоджин. С ней всё в порядке. А, да, хорошо. Слава богу. Хоть какое-то утешение в этот ужасный день. Вы, конечно, хотите получить награду. Обычно этим занимается Эдвард, но... В качестве денег вы используете крышки, да? Вот. Надеюсь, что этой адекватной суммы хватит. Так, теперь нам нужно разобраться с возникшей ситуацией. Как ты можешь так наплевательски относиться к судьбе сестры? Может, это те же рейдеры, которые украли последнюю партию? Если кто-то из них использовал неразбавленную сыворотку... Да, это может объяснить их неожиданные успехи в столкновении с людьми Эдварда. Что именно делает эта сыворотка? Похоже, вам пора это узнать. Основное свойство этой сыворотки заключается в том, что она останавливает старение. Я и моя семья прожили более 400 лет. В этот момент есть и другие побочные эффекты, особенно если использовать неразбавленную сыворотку. Например, ту, что украли рейдеры. Она увеличивает силу и защиту от всех видов физического урона. Так что, по крайней мере, один из этих рейдеров значительно опаснее тех, с которым вы привыкли иметь дело. Думаю, вам пора рассказать мне, что на самом деле происходит в Парсонсе. Вы правы, вам уже пора узнать это. Джек, ты уверен, что она стоит, чтобы все это рассказать? Мой отец, Лоренцо Кэбот, заперт в Парсонсе. После того, как он нашел в раскопках в Аравии один артефакт, он стал крайне неуравновешенным и опасным. Он приобрел различные сверхъестественные способности, а также начал становиться все более безумным и агрессивным. В конце концов, мне пришлось посадить его под замок ради его и нашей безопасности. Пытаясь его вылечить, я обнаружил, что этот артефакт изменил его кровь. И так, то, что делает его безумным, обеспечивает нас лекарством, продляющим жизнь. Какая ирония. Но если мой отец бежит из Парсонса, я навсегда его потеряю, этого нельзя допустить. Не говоря уже о том, что артефакт сделал его кровожадным параноиком, обладающим сверхъестественными способностями. Да, если 200 лет просидеть под замком по воле собственного сына, у кого угодно испортится характер. Просто делайте то, что за вам платят. За что вам платят? Прежде чем мы отправимся в путь, я хочу вас спросить. Когда мы пребудем в Парсонс, вы должны в точности выполнять мои приказы, ни больше, ни меньше. Ясно? Ладно. Хорошо. Подготовься к тяжелому бою, я буду ждать снаружи. Джек, будь осторожен, постарайся с ним помягче. Я люблю отца не меньше, чем ты. Но ты прекрасно понимаешь, что если он вырвется на свободу, у нас будет только один вариант. Пожалуйста, не допустите этого. Мама, я сделаю все, что в моих силах. Если Эмоджин все-таки придет, не отпускай ее до тех пор, пока я не вернусь. Вот теперь мне действительно пора. Итак, друзья, короче, все понятно. Сейчас идем сразу в Парсонс. Ну, в смысле, я иду сразу, а вы увидите в следующей серии. Такая была немного веселая, скучная серия. Но все равно, надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok